На заседании административной комиссии, которая состоялась 27 июля, в очередной раз были рассмотрены случаи неподобающего поведения граждан. Представители рабочей группы стараются установить причины, по которым граждане пренебрегают законам и наказать виновных. За две недели, прошедшие с предыдущего собрания, жители города нарушили административный кодекс 25 раз. Чаще всего на преступления жителей города толкает нехватка парковочных мест. За стоянку водители принимают уже заезженные газоны и клумбы, считая, что общее пользование зелёной зоной автоматически превращает её в парковочное место. Эта территория предназначена для произрастания зелёных насаждений. На фотоснимках видно, что имеется бордорный камень, отделяющий проезжую часть от зелёных насаждений. Видно, что растёт трава, никакой асфальт бетонного покрытия не имеется. Порой остановка автомобиля на газонном участке оправдывается чрезвычайной ситуацией. Например, техническая поломка или аварийное состояние транспортного средства. Когда разрешённые места заняты, а поломанный автомобиль нужно убрать с проезжей части, выбора у владельца не остаётся. Но факт вынужденной остановки необходимо доказать, предъявив подтверждающие документы. У вас есть о том, что машина обслуживалась? Можно быть чеки, запахи? Остались о том, что вам меняли колесо, колодки, как вы говорите? Заказ на ряды что-нибудь? Ну вот с этого и надо было начинать. О том, что у вас машина была нерабочным состоянием. Кроме 18 протоколов о нарушении правил благоустройства, повестка совещания включала 7 актов о нарушении тишины и спокойствия граждан.